Произошедшее в Японии 10 лет тому назад землетрясение считается самым мощным в известной истории страны и одним из сильнейших за всю историю сейсмических наблюдений в мире. 11 марта 2011 года вызванная подземными толчками гигантская волна частично разрушила и атомную электростанцию Фукусима-Дай-Ти. Авария, в результате которой расплавилась активная зона реакторов сразу на трех энергоблоках, стала самой масштабной в атомной энергетике после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Правительство Японии и компания-оператор ТЭПКО руководят выводом АЭС из эксплуатации, включая дезактивацию. Все шесть реакторов остановлены. Под контролем находятся три из них – четвертый, пятый и шестой. На первом этапе для остановки реакторов и предотвращения новых радиоактивных выбросов установки обливались водой. В результате чего собралось большое количество зараженной жидкости. С 2013 года началась очистка бассейнов реакторов от топлива. Эта операция рассчитана на 10 лет. На третьем этапе лавообразный сплав ядерного топлива с бетоном и металлическими частями кориум необходимо удалить из первого, второго и третьего реакторов. В этом поврежденном реакторе содержится расплавленное топливо. Его необходимо постоянно охлаждать, поэтому мы заливаем его водой. Вытекающая загрязненная вода поглощается насосом, направляется в эту установку «Алпс» и радиация практически удаляется, за исключением «трития», который останется в резервуарах. «Тритий» – это часть молекулы воды, радиоактивный изотоп водорода, имеющий очень короткий период радиоактивного полураспада. Он не накапливается в организме человека. Собранная вода хранится в тысячи резервуаров, но все они к будущему году будут уже полны. Для решения проблемы предусмотрены два варианта – испарение воды в воздухе или ее слив в океан, что очень беспокоит местных рыбаков и фермеров. Но Кристоф Ксери, директор отдела ядерного топливного цикла и технологии обращения с отходами МАГАТЭ, говорит, «Все ядерные реакторы имеют право на выброс небольшого количества радиоактивности в воду и в воздух, но все это подлежит регулирующему контролю». Вывод АЭС из эксплуатации должен быть завершен через 30-40 лет. Эксперты считают, что авария на Фукусиме имеет мало общего с Чернобыльской. «Так, например, в Чернобыле произошел выброс огромного количества плутония и америция, поэтому Чернобыль заражен навсегда. Фукусима – это совсем другая история. Здесь произошел в основном выброс радиоактивного цезия, а период полураспада цезия-137 составляет 30 лет». На территории, прилегающей к АЭС, идут также работы по восстановлению и обеззараживанию земель для возвращения местных жителей. С 2011 года из пострадавших районов уехали 88 тысяч человек. Вернулись пока лишь 14 тысяч.